Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как я готовлю вкусную и оригинальную закуску на праздничный стол. Ингредиенты вполне простые и знакомые. Понадобится хлеб, сельдь, свекла, сливочный сыр, желатин и сливки. Первым делом заливаю сливками желатин и пока отставляю, чтобы он набух. Запеченную или отваренную свеклу нарезаю произвольно кусками. Отправляю ее в измельчитель, туда же отправляю сливочный сыр, солю и перчу. И все хорошо взбиваю до однородной консистенции. С солью будьте аккуратней, ориентируйтесь на селедку, насколько она соленая. И далее филе сельди нарезаю кубиками. Мусс я буду делать в силиконовых формочках. Из хлеба мне нужно вырезать кружочки по диаметру формочки. Это можно сделать просто ножом, а можно вырезать подручными средствами. Например, маленькой кружечкой или горлышком от баночки. На мой взгляд, так получается быстрее. А оставшийся хлеб с отверстиями замораживаю и периодически на завтрак готовлю с ним яйца. В отверстие вбиваю яйцо и обжариваю. Получается очень вкусно. За это время желатин набух и я его отправляю короткими импульсами прогревать в микроволновку. Где-то 2 раза по 10 секунд. Каждый раз тщательно перемешивая. Желатин отправляю в свекольную массу и снова хорошо взбиваю. И далее формочки заполняю свекольной массой. Заполняю где-то наполовину. В середину вкладываю где-то по чайной ложке филе сельди. И сверху укладываю кружочки хлеба. Хлеб подойдет либо зерновой, либо ржаной. С таким хлебом наиболее вкусно. Хлебушек слегка утапливаю в массу. И все это отправляю в морозилку часа на 2-3. А также можно отправить на балкон, если на улице мороз. Так как просто охлажденный мусс проблематично будет достать из формочек. А после заморозки он достается очень легко. Итак, мои формочки и провели 4 часа на морозе. Мусс я сразу достаю из формочек, выставляю на блюдо и убираю в холодильник. Так как размораживаться они должны постепенно. Это идеально будет сделать именно в холодильнике. Кажется, что это все очень так долго и заморочено. На самом деле все делается очень быстро и просто. Главное сделать их заранее. Если это Новый год, то можно сделать утром. А если другой какой-то праздник, то сделать их можно вечером заморозить на 3 часа. Затем освободить от формочек и поставить на ночь в холодильник. Это идеальная закуска на праздничный стол. Такие муссовые закусочные пирожные очень простые, легкие и вкусные. Когда мне не хочется готовить селедку под шубой, я делаю такие пирожные. По вкусу они очень похожи на этот салат. Обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину. Порадуйте своих близких и удивите гостей. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok